Добрый вечер! Я очень рада всех приветствовать. Замечательно видеть молодые, позитивные лица. Спасибо большое, что пришли. Мы начинаем наш разговор с художниками. Он довольно непростой, потому что у нас три языка – русский, чешский и английский. Я, наверное, представлю художников. Наталья Юрберг, Ханс Берг и, конечно, Яна Швангмая. И наша прекрасная переводчица Нина. Спасибо вам большое. Спасибо. Я начну с того, почему мы решили сделать эти две выставки вместе. Ведь художники действительно принадлежат разным поколениям, разным художественным системам, разным школам. И что их объединяет? Это, наверное, главное, конечно, те приемы, которые они используют в искусстве. Они основаны на апологии абсурда, сюрреализма, на воздействии каких-то подсознательных вещей. И сегодня, ну, главное, да, то, что в центре их внимания является человек, его подсознательные мотивы действия. Как мне кажется, каждый из художников разрабатывает индивидуальный, конечно, язык работы с этой темой. И этот язык разбирается на совершенно разные эстетические системы. И вот как раз мне хотелось бы поговорить об этом. О этих системах, о этих языках, о том, что повлияло на их практику. И, может быть, это связано с каким-то очень личностным моментом, может быть, напротив, никто ни на что не влиял. Поэтому, ну, наверное, это такой, в общем, предсказуемый, главный момент, как появилось то, чем вы занимаетесь, когда и как вы осознали, что это является то, что вас интересует. Наверное, сначала обращусь к Яну, потом к Натали. Вопрос Яну. Ян прослушал. Что был за вопрос? Потому что я это воспринял не как вопрос, а как введение. Введение. Хорошо. Мне интересно просто, вот та эстетическая система, на которую вы опираетесь, в чем ее суть? Кто те художники, которые на вас повлияли? Или, может быть, никто на вас не влиял? Как возник вот тот язык художественный, который для вас является главным? Я с 70-го года член сюрреалистической чешской группы. То есть себя я считаю сюрреалистом. И где ж консистерицы сидевают на сюрреализм, как на нечто, что уже мертво, как минимум 70 лет. Ошибка тут в том, что историки искусства смотрят на сюрреализм, как на художественные направления 20-30-х годов. Но сюрреализм – это не искусство, как говорит Андрей Бреттон. Не существует никакой сюрреалистической эстетики. То, что считается сюрреалистической эстетикой, то есть некий гуляш из эстетики Сальвадора Дали и Рене Магрита, это придумали эпигоны сюрреализма. Сюрреализм – это определенный взгляд на жизнь и на мир. Напоминаю, что это взгляд, основанный на воображении и магии. То, чем у меня научился сюрреализм, то, что он мне дал, и я напоминаю, что это не эстетика, а взгляд на мир, это то, что я не боюсь коллективности. Все художники ищут некой личностности, неповторимости, они боятся оказаться под влиянием, они боятся коллективного. Но надо осознать то, что любая индивидуальность вырастает из некой коллективности. И чем больше очерчена и определена эта коллективность, чем больше она создает возможность для обмена ценностями, тем больше это дает для роста индивидуальности. Вторая вещь, которую меня научил сюрреализм, это то, что поэзия лишь одна. И все равно, какими средствами мы овладеваем поэзией. И в-третьих, сюрреализм развил мое воображение до небывалой широты. Потому что любое творчество, по сути, это путь к свободе. И на этом пути человек постоянно отбрасывает нечто, что его детерминирует. И все равно это внутренняя или внешняя детерминация. И вот здесь вот сущность любого творчества, на мой взгляд. Спасибо большое. Натали, что ты скажешь? Я думаю, что я согласна с господином Швангмайером. Действительно, это вдохновляет то, что он говорит. Когда я начала заниматься искусством, когда я училась в школе искусства, я часто чувствовала, что я как-то не очень-то вписываюсь. И в тот момент я чувствовала, что я свободна делать то, что я хочу. И я думаю, что в искусстве это есть самое главное, это самое лучшее в искусстве, что у тебя есть сильное желание выразить что-то. И ты в этот момент или позже можешь решить, что это твое искусство, хотя оно никуда и не вписывается. И это для меня было способом понять, как можно трансформировать тот мир, который я вижу, все вот эти проблемные отношения между людьми, политические отношения, эмоции. И я могу это как бы в анимации все показать. Я помню, когда мы с тобой делали интервью, ты мне рассказывала о том моменте, когда ты нашла вот этот способ делать, создавать свой мир из пластилина. Можешь рассказать об этом моменте? Да, действительно был такой момент, то есть я чувствовала себя свободной, что я не должна, в том, что я не должна глядываться назад. И меня учили анимации в академии, но я нашла вот такую определенную свою среду, и я решила не заниматься тем искусством, которым меня учили. Я начала делать то, что я хотела, и это было, так сказать, секретом для всех в течение многих лет. И мне даже в академии говорили, что если не будешь делать то, что нужно по программе, то мы тебя просто выгоним. Поэтому я как бы, конечно, старалась делать то, что требовалось. А потом я решила, что хорошо, я не хочу заниматься вот этим всем известным искусством, но то, что я делаю с пластиклем, это что такое? Это мое искусство, что это? То есть я вот через это как-то начала принимать вообще искусство и перестала бояться называть то, что я делаю, искусством. То есть я поняла, что это вот как раз моя дорога к свободе. И я думаю, что это для меня очень, это поиск. То есть я работаю со многими вещами, и потом я считаю, что я как бы уже закончила вот работать с этим объектом, и я иду к другому объекту, где нет еще готовых ответов. То есть мы ведь только задаем вопрос, ответов-то мы не даем. И хорошо, что когда ты выставляешь свою работу, люди смотрят на то, что ты делала. И если кто-то действительно, кому-то нравится то, что я делаю, это означает, что, в общем-то, ты не так уж и отличаешься от всех, от других людей. И вот мы возвращаемся к этой идее коллективно. Вот ты в этот момент понимаешь, что ты уникальна, но ты не одна. Есть какие-то такие, есть много вещей, которые делают из нас, как бы коллектив. Мы начали делать анимации действительно под секретом стадии. Я в основном занимался музыкой, писал музыку в своей собственной студии, создавал ее. И я, правда, тогда еще не знал, в каком направлении я буду двигаться в плане этой музыки. И вот я начал делать музыку для фильмов Наталии. И это действительно, мне нужно было подумать, как эта музыка будет сочетаться с той анимацией, которую создает Наталия. Мы как бы самоучки в этой области, оба, и Наталия, и я. Мы работали, как бы, вообще работаем, работали сначала параллельно, а потом начали работать все более и более теснее вместе. И, так сказать, это более органично, да, наши фильмы, и наша музыка. Я желаю, что у меня есть очень лучшее, когда вы говорите, что вы самообразовывались. И, насколько я знаю, Ян тоже не считает себя профессиональным художником. Поэтому мне очень интересно, как Ян определяет то, что он себе делает. Создает он искусство, объекты, произведения искусства, объекты искусства. Какой-то символический смысл он вкладывает в то, что он производит материально. Я, кажется, никогда не занимал то, что мне не занимало, если то, что я делаю, это еще искусство или уже не искусство. Для меня творчество — это, прежде всего, аутотерапия. У каждого из нас есть определенные демоны, которых мы пытаемся выгнать своим творчеством. Если это аутотерапия, по сути, не действует навсегда, она только на время освобождает вас от этих демонов. Поэтому к ней надо постоянно возвращаться. Если бы терапия действовала без остатка, то не было бы причин к ней возвращаться. Мне надо было бы вообще ничего делать. Я бы вернулся к конфронтации того, что мы делаем, чем мы занимаемся. Потому что кажется, что есть общая, мы оба работаем с пластилином. То есть я не все делаю с пластилином, но работа с пластилином у меня есть. Здесь из пластилина создается собственный мир. А я работаю с реальностью. Сюрреализм это название, которое уже говорит о том, что там реализм присутствует. Это надреализм. Андрей Бреттон говорит, что на фантастическом тем, что самое фантастическое, именно то, что оно реально. Я всегда в своем творчестве пытался избегать того, что называют художественным почерком. Я не создаю в своих фильмах свой мир. Я в своих работах пытаюсь убедить зрителя в том, что это его мир. Что это мир, в котором он живет, и тот реквизит, который движется и действует в этом фильме, это тот реквизит, который он знает из своей утилитарной практики. Я только этому реквизиту даю иные функции. И этим ставлю под сомнение ту реальность, в которой живут люди. И в этом субверсивность моих фильмов. Натали и Ханс, согласны ли вы с утверждением Яна, что вы создаете свой мир и он как бы отделен от реальности? На мой взгляд, напротив, ваш мир гиперреальность в том смысле, что он утрирует нашу реальность. Поэтому мне хотелось бы ваше мнение на этот счет получить. Я уже только что сказала Наталию то же самое, что это, конечно, фантазийный мир и, тем не менее, это реальный мир. То есть, в основном, это реальность. Может быть, сама скажешь, я думаю, что в нашей работе мы используем символы и архетипы и разные ситуации для того, чтобы показать, что происходит в обществе. Для меня не так интересно показывать точно, что я имею в виду. Для меня легче показать это метафорически. Я бы сказала, что для меня это не фантастический мир, это просто среда или просто способ поработать с этим миром. Для того, чтобы показать этот мир немножко по-другому. Это, конечно, другой язык. Я не контролирую, что люди унесут с моих выставок, увидев мои работы. Я думаю, что сам зритель должен решить и сам должен сделать свою интерпретацию моих работ. Для меня это самое интересное. Мы очень часто с Хансом обсуждаем, что такое анимация и что мы хотим сказать. Потом кто-то приходит к нам и предлагает какую-то другую толковую интерпретацию. Мне это очень нравится. Потому что эта работа уже больше не принадлежит тебе. И видящая из каких-то других аспектов. А иногда говорят то, что ты думала сама. И это показывает эту связь между людьми. Я очень высоко это ценю. У меня есть такой вопрос по поводу тех систем знаний и описания мира, его восприятия, на которое опирается искусство одного художника, искусство другого. Мне кажется, очень важная философская система – это алхимия, которая для Яна имеет очень важное значение. Для Натали и Ханса миф и сказка являются такой системой описания мира, восприятия его. Но мне бы хотелось узнать, почему, если я не ошибаюсь, так для вас очень важны эти системы. Я думаю, что для моего творчества и вообще для любого творчества основанного на воображении существуют три источника. Это детство, сон и эротизм. Если вы посмотрите на эти источники, то вы подойдете к двум системам объяснения и интерпретации. Одна система – это психоанализ, а вторая – это алхимия. Оба эти системы выкладываются с традиционными символами. И, по сути, это толкование мира и места человека в этом мире. Поэтому я считаю, что это две основные системы, без которых ни один художник, занимающийся творчеством воображения, не может обойтись в своем творчестве. И тут неважно, прав был Фрейд или неправ. Или была ли алхимия современной химии. Тотиже здесь вообще не идет о практике. Вообще практика к этому не имеет никакого отношения. Речь идет о работе с символом, о психологическом толковании мира и человека. Наталья, теперь расскажи о сказке и мифе. Потому что ты очень часто прибегаешь к этим формам нарратива. Может быть, я ошибаюсь. Но я очень много нахожу аллюзий на мифологию, какие-то архаические практики. Я выросла на сказках, особенно на наших северных сказках. И немецкие сказки, даже восточноевропейские сказки я знаю очень хорошо. Но также я знала много басен, где животные играли большую роль, где животные были просто символом, изображали какое-то лицо какого-то человека. Поэтому мне было трудно не привнести это в свою работу. Да, извините, забыла вопрос. Про сказку и миф. Ну, ты уже начала рассказывать что-то... Какое влияние оказывала на тебя сказка? Как форма изложения твоих каких-то мыслей, чувств? Почему-то нашла этот тип нарратива наиболее адекватным для того, чтобы говорить с помощью этой формы от мира. Когда я была моложе, мне было трудно вписаться в общество. Очень много элементов общества мне не подходили. И я чувствовала, что я просто здесь чужеродная какой-то элемент. И мне нужно было как-то вписаться туда, как-то поладить с обществом. И... Может быть, Ханс, ты... Ну, трудно сказать почему. Это просто язык, который тебе очень подходит. Вот эти символы. Вот то, что ты хочешь сказать. Это язык, которым ты пользуешься лучше всего. Ведь ты росла, у тебя даже телевизора дома не было до какого-то времени. То есть это основы твоего детства. И ты как-то научилась говорить этим языком. И ты очень хорошо знаешь эти символы. И самое главное для меня... Это развитие чего-то. То есть, конечно, используешь язык, который тебе ближе. И в начале... Мои анимации были очень-очень простые. В основном мне касались сексуальности, структуры власти. А потом они становились все более и более сложными. Станы все более абстрактными. И это теперь меня больше интересует. Я как бы теперь чувствую себя гораздо легче, общаясь с обществом, коммуницируясь с обществом. И мне кажется, что просто используешь то, что тебе необходимо в данный момент. Что может дать тебе возможность пойти вперед, создать произведение. Да, правильно. Это необходимость. Мы с Натальей начали работать. Я начал действительно писать какую-то музыку. Использовал барабаны. Это был определенный драйв. Но, тем не менее, музыка эта была не очень удачная. Потом она становилась все более... Эта музыка становилась все более сложной, все более такой забысловатой, изысканной даже. То есть отрабатывался определенный язык, который ближе всего. То есть язык, который необходим, без которого ты просто не можешь работать. И действительно, это все становится... Конечно, все это становится более усложненным, более умственным таким. Но, тем не менее, это действительно все-таки вопрос необходимости. То без чего ты просто не можешь создавать свои произведения. Это просто фантастически. Потому что ты создаешь свои произведения. Потом возвращаешься к тому, что у тебя раньше не получалось. И это помогает тебе как бы выжить. Помогает тебе сделать свои произведения более совершенными. Ну, вот тут не знаю, что-то я наговорила. Если бы я могла что-то сказать, к праве с тех пор, а к митам. Потому что я в своих фильмах спрацовала вам по гадке или митам. Если можно, я вернусь к тому, чтобы поговорить о сказках и о мифах. Потому что я как раз в своих фильмах работаю со сказкой и с мифом. По сути, сказки и мифы — это одно и то же, потому что сказки — это пересказанные древние мифы. Каждая цивилизация и каждое общество основаны на определенном мифе. И как общество теряет отношение к этому мифу, теряет связь с мифом. По мере этого общество разлагается. Наше общество, наша цивилизация построена на фаустовском мифе. Поэтому в искусстве существует столько интерпретаций этого мифа. Столько романов, пьес, фильмов, которые постоянно возвращаются к этому мифу. То есть если общество попадает в некий кризис и ищет путь, как выйти из этого кризиса, то он возвращается к тому мифу, на котором стоит, и начинает следовать новое интерпретации. Общество возвращается к этому мифу, на котором стоит много новых интерпретаций, старается найти новые интерпретации, которые позволили бы дальше развиваться этому обществу. Я в своих фильмах, в частности, делал «Девадло». Вратцем к тому фаустовскому мифу, натачил сам фильм «Лекция Фауст», но и фильм «Отесанет» в основном не было ничего, чем фаустовский миф. Я возвращаюсь в своих фильмах к этому мифу. Я и в театре работала, и в кино. И, собственно, не только фильм «Урок Фауста», который я снял, но и «Полена» — это тоже фаустовский миф. Фаустовский миф рассказывает об отношении человека к тайнам природы. Это, собственно, миф, который показывает, как человек восстает против природы. Даёт человеку на выбранную, если он будет бурить, скажем так, а будет хотеть стабильнее проникать до природы, а также нищить тим паром, а не то, если он подрядит всем законам и будет жить в совладе с природой. Перед человеком стоит выбор или бунтовать против природы, проникать в её всё новые и новые тайны и уничтожать её при этом, или жить в согласии с ней. Это непростое решение. Потому что природа — не только наша мать, природа — и наш убийца. То есть отношения — это амбивалентные. Целый митус фаустовский в основном, в языке, указывает на учетую амбивалентность. Весь фаустовский миф отсылает и выражает некую амбивалентность. Не просто этот миф, на котором стоит наша цивилизация. Я хотела бы тогда определённым образом продолжить вот эту тему кризиса и критики мира. Потому что ваши работы, и Яна, и Натали, они очень, конечно, часто заставляют переживать нас не самые приятные моменты. Они и пугают, и вызывают отвращение, и ставят смысловой тупик. И иногда кажется, что вы видите только какие-то самые отвратительные черты человека, мира. И с чем связан такой критический взгляд на мир, и какое воздействие вы стремитесь, какое воздействие стремитесь оказать на публику? Что вы ждёте? Какой эффект? Если вообще ждёте? Если ещё она, то есть мусорник. Зридейский, я имею в виду. Это мусорник. Эта цивилизация в пустоте се достала наших муров проху негде в Ренессансе. Ну, эта цивилизация она начала катиться по наклонной ещё где-то в эпоху Ренессанса. С тех пор она так по наклонной катится. Я скептически отношусь к развитию этой цивилизации. Я скептически отношусь к развитию этой цивилизации. Думаю, мы живём в конце одного цивилизационного цикла. Но, конечно, ещё лет сто двести это может спокойно загнивать. Но я снимаю в себя всякую ответственность за эту цивилизацию. Я ни в коем случае не собираюсь её исправлять, потому что я считаю, что она мертва. Я свидетель. И мои фильмы это свидетельства. Свидетельства о состоянии этой цивилизации. Решительно я не хочу быть никаким миссией. Понятно. Спасибо, ясна. Позиция, Яна. Натали. Что ты думаешь об этом? Ну, да. Я думаю, это... Я думаю, это... Я думаю, это... много позитивных моментов, положительных моментов происходит ежедневно. И 50 лет назад так было. И, может быть, мы 50 лет назад, например, мы ничего не делали об окружающей среде, а теперь мы этим занимаемся. в работе. Ну, говоря о нашей работе, что мне нравится и что я часто делаю в своей работе, это я использую очень жестокие, очень жестокие, очень неприятные такие ситуации. А если взять действительно какую-то красивую деталь из этого, и вот это все ужасное окружение, оно подтягивает красоту какой-то детали. Красота, она, это очень хрупкая вещь, но игнорировать ее ни в коем случае нельзя. И если делать что-то, что-то очень красивое и не покажешь ничего ужасного, то это как-то очень пресно и совершенно интересно. А вот эти ужасные вещи, они подчеркивают, они как бы выставляют красоту. И я стараюсь показать вот этот контраст. И мне хочется, чтобы люди смотрели на мир и видели, что действительно много ужасного происходит в мире. Но нельзя пугаться и закрывать глаза, потому что есть и существует очень много хорошего. И вот анимация, мне кажется, учит вот смотреть на эти ужасные вещи, учит их воспринимать и искать то хорошее, что существует наряду с этим. И юмор здесь очень важен, потому что юмор может помочь людям вынести вот то ужасное, что они видят. Это позволяет, в противном случае, если бы не было юмора, люди бы просто закрывали глаза и говорили, нет, меня это не волнует, я на это смотреть не хочу. Поэтому я думаю, что очень важно. Понимаете, что все, кто делает искусство, все-таки стремятся улучшить мир и улучшить восприятие других людей. Ханс, может ты что-нибудь скажешь? Вот это я хочу сказать. Я думаю, что мир все-таки становится лучше, пускай медленно, но лучше. Вот еще совсем недавно люди действительно… Вы помните, несколько лет назад люди говорили, что люди все равны. Ведь совсем недавно еще только женщины боролись за право голоса, за право участвовать в выборах. То есть все-таки изменения происходят и в лучшую сторону. Люди стремятся создать лучший мир. И, конечно, люди становятся более индивидуалистичными, они стремятся создать свой собственный мир, каждый для себя. Меня очень зацепил один момент. Я сказала, что он просто свидетель того, что происходит. А сегодня очень стало актуальным говорить об этической ответственности художника за то, что он создает его отношения со зрителем. Поэтому у меня вопрос. Что значит этическое для вас, для вашего искусства? Как вы понимаете эту категорию, если она вообще как-то присутствует? Я думаю, что она присутствует. У меня есть большая проблема. Конечно, это определенная проблема. Это большая проблема. Вообще мораль и искусство – это проблема. Мораль в общем виде мораль, общая мораль, религиозная мораль. С искусством не имеет ничего общего. Нечто иное – это отношение художника к собственному творчеству. Нечто иное – это отношение художника к собственному творчеству. Молодые художники, прежде всего я могу это наблюдать у кинематографистов. Пренебрежительно относятся к своим отцам за их сотрудничество с тоталитарным режимом. Считают их коллаборантами, поскольку они свое творчество ставили на службу извращенной идеологии. Но они спокойно снимают рекламу. Они не считают, что снимать рекламу – это такой же коллаборационизм. По сути, снимать коммерческую рекламу – это совершенно то же самое. Это служба идеологии, идеологии консюмеризма. Когда мы говорим о моральном искусстве, то тут мы можем говорить только о том, что художник не должен ставить свое искусство на службу никакой идеологии. Он может ставить свое искусство на службу только свободе. Тогда я хотела бы дополнить ваш ответ моим вопросом. Мне кажется, фигуры Фрейда, Латера Амона, Десада очень для вас важны, тоже как фигуры, которые каким-то определенным образом принесли свободу человечеству. И поэтому они для вас так важны. Или у вас какое-то другое мнение? Ну, конечно, Сигмунд Фрейд и Маркис Десада – это ключевые фигуры этой цивилизации. Например, книга Фрейда о сложностях культуры должна входить в обязательный список литературы? Ну, и философия в бодуаре Маркис Десада тоже. И это одна из самых подробных книг, которые бы как-то не были написаны. Идея абсолютной свободы, которую заявлял Маркис Десад, это должен быть такой вектор, куда стремится любой творец. Но нужно осознавать и то, что человек никогда не должен дойти до этой точки абсолютной свободы. Потому что в этот момент он бы коснулся свободы других. Я думаю, что свободы это единственная тема, ради которой еще стоит взять в руки кисть перо или камеру. Но это трудно, это проблематично. Не существует свободы как постоянного состояния. Существует только путь к свободе. И на этом пути вы каждый раз можете натолкнуться на свободу других. Но вот эта утренняя звезда, на встречу которой вы идете, вы все время видите, вы не должны уклоняться, отклоняться от этого стремления к абсолютной свободе, как ее формулировал Маркис Десад. Тема свободы – одна из основных тем моих фильмов. Например, фильм «Безумие» – это фильм о свободе. Так же, как и фильм «Заговорщики страсти». Но это непросто. Надо сказать, что фильм «Сумасшествие» – один из самых страшных, тревожащих фильмов, которые я видела в своей жизни. Я всем очень рекомендую посмотреть, кто его еще не видел. И это очень, конечно, удивительно, как свобода действительно граничит с безумием и абсолютным беспределом. Натали, что ты думаешь по поводу этического? Какое твое отношение к этике художника? Мы с тобой как-то говорили об этом. Где граница дозволена? Вы имеете в виду, что дозволено как человеку или как художнику? Я думаю, что каждый художник сам решает этот вопрос. Я не могу предложить никаких готовых решений. Но есть художники, которые действительно идут слишком далеко, и они просто представляют такой вред для индивидуальности. Но художник должен делать что-то для общества, чтобы оно проснулось и стало другим. Вот Сантьяго де Сера, например, который рисовал. Он был очень бедным и просто рисовал людей на улице. И здесь действительно у него такие очень были страшные картины. И как бы мне не хотелось быть таким художником, но с другой стороны, так много ужасных вещей происходит рядом с нами. И даже если я не соглашаюсь с тем, что происходит, все равно это поднимает вопрос о том, почему люди это делают, что еще происходит. Но с точки зрения такой человеческой, как человек, я постоянно должна задавать себе вопрос, зачем я это делаю, не несет ли это вред, не сделает ли это больно кому-то. И если это действительно носит вред, делает больно, и у меня нет ответа на этот вопрос. И я стараюсь все-таки всегда... Я об этом не задумываюсь в студии, но когда я уже сделала работу, я всегда думаю, показать мне это людям или нет. Я думаю, что есть какая-то, конечно, здесь граница. Ну, интересно, где она проходит. Я, конечно, не хотела бы никогда за эту линию заходить. Ну, ты все сказала. Тогда я хотела бы вернуться, наверное, сейчас обратно от этических проблем к искусству. Вот этот новый проект, который Наталья и Ханс сделали, он несколько отличный от того, что Наталья делала прежнее. Во-первых, он абстрактный, очень нежный, поэтичный, лиричный, как мне кажется, очень персональный. С чем связан этот переход на ваш новый этап творчества? И интересно тоже узнать о вашем сотрудничестве. Прежде всего я хотела бы сказать, я очень боюсь здесь немножко представлять этот проект. Немножко боюсь, когда говорят, что это такое в проекте. Но, возвращаясь к вопросу, я чувствую, что у Ханс и я, нас все больше и больше интересуют проблемы музыки, проблемы абстракции, что может сделать музыка. Меня все больше и больше интересует такой абстрактной живописи. И я дошла вот сейчас до такого момента, когда я говорю, хорошо, я вот это сделала, я сделала вот эту анимацию. И больше мне здесь нечего сказать в этой области. И мне просто интересует больше, вот что со мной происходит, когда я слушаю музыку, почему она мне нравится. И когда я начинаю понимать, что такое действительно музыка. Видите, у меня нет опять ответов таких конкретных, конкретных. Это я как бы вот этой своей работой мы хотели сделать что-то такое вот из ничего что-то. вот как происходит, появляется какая-то материя, как она трансформируется, как она исчезает. Ну, трудно говорить, работа совсем новая. Может быть, Ханс скажет что-нибудь о музыке, потому что здесь музыка, она как бы даже более такой физически имеет очертания, чем анимация. Ну, вы знаете, мы сделали такие специальные... Действительно, музыка стала такая более физически ощутимая, она более такая напряженная, она более слышная такая. И ведь я начал заниматься музыкой давно, и в основном, вы знаете, вот такого типа музыка была и такой гипнотические звуки барабанов, все время повторяющиеся. Вот это была первая музыка, которую я создавала. А новый проект, он более такой, я бы сказала, интеллектуальный, и музыка в нем более интеллектуальная. То есть, как бы, поиск идет внутрь, а не наружу, как это раньше было. То есть, мы ищем какое-то такое спокойное, трансцитадальное место. То есть, здесь, как бы, основой является не язык, как в других работах. Я бы сказала, что это даже не разговор о живописи, потому что живопись сама по себе это язык. Если я начну о ней говорить, то ты уже ее саму живопись потерял. Поэтому в этой работе интерес заключается именно в движении красок и влиянии музыки, как она резонирует вот с изменением красок. И, наверное, последний вопрос, который я хотела бы задать Яну, по поводу самой идеи кунсткамеры. Потому что вначале, когда я увидела выставку Яна в Праге, там было настолько разнообразное количество техник, художественных практик, жанров, которые он применяет в своем искусстве, то, что я подумала, как было бы здорово объединить их вот идеей кунсткамеры. Тем более, непонятно, то ли это создано природой, то у человека граница размыта. И затем я прочла текст, который Ян посвятил вообще этой концепции кунсткамеры. Она оказалась очень важной для него. И я также знаю, что он работает над сознанием своеобразного музея кунсткамеры. Расскажите нам, пожалуйста, об идее и возможности воплощения этой идеи в реальности. Кунсткамера – это, по сути, последняя моя страсть. И вот эти мои обсессии, на них основано все мое творчество и развивает их. Я считаю, что обсессы – это самое лучшее, что есть у художника. Потому что такое помешательство, оно основано на сильных эмоциях и содержит сильные эмоции. Я хочу сначала сделать более очевидное понимание разницы между современным музеем и кунсткамерой. Если музей построен на объективных основах, то в музее все распределено по идентичности. Смысл музея – это неким образом научить зрителя. Кунсткамера, скорее художественный. И это специалист, то что кунсткамера – это мастерство, то в музее – это научный институт, то кунсткамера скорее художественный. Построение консткамеры – это творческая деятельность. Вещи туда включаются на аналогии, а вовсе не идентичности. Смысл консткамеры вовсе не в том, чтобы учить, он в том, чтобы посвящать. Из консткамеры человек должен выйти измененным. Я стараюсь строить, пытаюсь строить такую консткамеру. На Шумане в горах я купил старый амбар. Я его перестраиваю, делаю из нее консткамеру. Там я собираю свои коллекции, которые очень четко очерчены. Я собираю, можно так сказать, остатки магического мира. Мир этот рационален и прагматичен. Но под поверхностью все время бежит магический мир. Мир естественных народов и магии. Мир алхимии и старых мифов. И в современном творчестве, и в творчестве предыдущих лет и старых лет, все время находятся остатки магического мира. Подобно вулкану, который вдруг неожиданно извергается, они извергаются у определенных авторов определенные периоды. И вот сюрреализм – это одно из таких извержений магического мира. Мой образец для строения этой консткамеры – это манилистские консткамеры 16-17 века. Самая знаменитая в Европе была именно консткамера Рудольфа II. И была она именно в Праде. в Киеве. Конечно, как большинство консткамер, она была рассеянна. И была она рассеянна во время 30-летней войны. Её разграбили шведские войска. Ряд вещей увезли в Швецию. Последняя консткамера, которую я знаю, это консткамера Андреа Бретона, и она тоже несколько лет назад была раскулачена. Её распродали на аукционе. Я считаю это культурным преступлением. Потому что каждая консткамера – это документ воображения своей эпохи. Консткамера, которую я строю, руководствует принципами классической консткамеры. Эпохи мальяризма. То есть там есть природные объекты, художественные артефакты. То, что связано с похоронами, с радостью, с экзотикой, с эзотерикой. К этим частям относится и моя коллекция. Например, у меня большая коллекция африканских фетишей и ритуальных масок. Я был в Африке, я их там собирала. На Дагоне, на севере Мали. Я был в Пупуаноу и Гвинии. Я там тоже собирала маски и фетиши. Это содержит эту часть, которую я называю экзотическая. Но некоторые фетиши, некоторые реликвии уже относятся к связанным с обрядом похорон. То есть это нельзя так четко разделить. Артефакты, собранные по принципу, которым руководствовался Арчем Больдом. У меня большая коллекция спиритических картин, написанных медиумами. Это тоже экзотическая. Я построил в подвале алхимистскую кухню. Ну и природные, конечно, у объекты. Часть из которых вы видите на этой выставке. Конечно, такая консткамера никогда не бывает доделанной, готовой. Коллекционер никогда не перестанет собирать. АПЛОДИСМЕНТЫ Друзья, теперь время. Вопросы, пожалуйста. Поднимайте просто руки у кого вопросы. Здравствуйте. Меня зовут Алексей. Я бы хотел задать вопрос Яну. Ян, скажите, мне кажется, будет, так сказать, в тему. Вопрос о том, как вы относитесь к фильмам братьев Куэй. В частности, Куэй. В частности, к их документальным фильмам о различных музеях. И о том, к тому, что они занимаются декламой. Спасибо. Мой друзья. Вопросы, которые мы делали для ЧАНЛ 4 в 80-х, не в 70-х лет? В первых фильмах о моих фильмах. Вопросы, в чем они делали для ЧАНЛ 4 в 80-х, первых фильмах о моих фильмах? Это было время, когда я не мог выезжать, не мог выставить за рубежом. Это было очень симпатичное дело с их страны. Улица Крокодилов, это потрясающий фильм. Но разница между моими фильмами и его фильмами, это такая же разница между тем, что делает ее и Наталия. Они в своих фильмах создают, как и Наталия, собственный мир фантазии. А я уже говорил, что я избегаю из этого личного особенного мира. Я стараюсь свои фильмы помещать в реальную сторону, которую зрители знают, чтобы подчеркнуть эту субверзивность фильмов, чтобы подорвать реальность. Чтобы намекнуть, что реальность, в которой мы живем, это не единственная возможная реальность. Что реальность может выглядеть и иначе. Что касается музеев, я должен сказать, что я всегда, когда приезжаю в черную страну, это случилось и сегодня здесь в Москве. Я не ходил в галерии современного искусства, в музей искусства, я ходил в природоведческие музеи, в антропологические музеи. Антропологические музеи в Москве нет, так что сегодня я был в музее. В Москве я сегодня был в зоологическом музее. Он потрясающе, потрясающе, должен сказать. Спасибо. У меня тоже вопрос касательно мифологических и сказочных сюжетов. Вы могли бы вспомнить свою сказку, которая пугала бы вас больше всего? Или миф, самый страшный миф в своей жизни? Со сказками это так. Почему я телевизор не люблю? Я когда был маленький, мне мама каждый вечер перед сном рассказывала сказку. И по сути это делали мамы всех детей. Теперь детей сажают перед ящиком, и все глядят на одну и ту же сказку. Ну и как потом в нынешнем обществе могут вырасти какие-то личности, если их всех одинаково кормят? Какой сказки я боялся? Должен сказать, я всех сказок боялся. Но тем больше они меня к себе притягивали. А в пубертатном возрасте меня притягивали ужасные истории, и особенно у Эдгара Эллопо. Спасибо. Скажите пожалуйста, знали ли вы такого художника Дмитрия Краснопевцева в 70-е годы? Если знали, чувствуете ли вы связь? Не знаю. Здравствуйте. У меня вопрос тоже к Яну. Как человеку, который является все-таки носителем морали, несмотря на то, что он сказал, что он хочет поднести и так далее, есть такое мнение, что распространено, что цель призвания современного искусства это оплевать зрителя, унизить его. И мне кажется, современное искусство уже настолько оплеванное, что человеку мыслящему и моральному очень тяжело выживать. Как вам живется в таком мире? Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Прикладываю. 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 Я не знаю, прuctует ли я действительно старовичный человек, Так что я уже... это спишь вопрос про младые люди, как в этом свете буду жить дальше. Я самозвратно, а то я делал в родительстве, потому что и я с детства мил проблемы, как у Наталии, с тем, как-то включиться в общество, в коллектив. Я себе уже создаю собственный мир, по сути. Я свидетель этого мира, конечно. Я стараюсь его передать в свое творчество, но, как я уже говорил, я не пытаюсь его исправить. Это уже момент морали, а в искусстве морали делать нечего. А разница в морали я уже говорил? Я, конечно, старался в тоталитарном режиме, никаким образом не участвовать в этом колаборантстве. Но поэтому я 7 лет не имел право снимать и выставляться. А федералистская группа 20 лет жила в подземе. Вы сдавали мы только сами сдаты. Выставки делали в мастерских. Я думаю, что это новый цивилизационный цикл. Я думаю, что это новый цивилизационный цикл. Который трудно обладать, когда он начнется, когда поедет. Надо будет прежде всего высказать проблему своего отношения к природе. Вероятно, можно переоценить антропоцентризм. Который стоит на начале экологической катастрофы. В которой мы живем. Вопрос в том, что этот возврат в сообщество природы будет по спирали или по кругу. Здравствуйте, у меня вопрос к Натали и к Хансу. Я знаю, что для выставки в Москве вы специально сделали, во-первых, инсталляцию «Черный котел» и арт-объекты в виде буфов, яичниц. Скажите, пожалуйста, что сподвигло вас на создание этих арт-объектов? Потому что вы всегда занимались мультипликацией. А тут вдруг вы решили попробовать себя в такой роли. И, Ханс, вы как-либо принимали участие в создании этих больших объектов? Я не имею в виду написание музыки. Спасибо. Это не первый раз, когда я делаю такие вещи. Конечно, я вообще-то начинала как скульптор и художница. Но потом немножко меня, я когда отвратилась от этого живописи. Но, тем не менее, живопись меня все больше и больше интересовала. Мне кажется, что чем удобнее, чем лучше я работала с анимацией, тем меньше она меня как бы интересовала. И я больше интересовалась в том, чтобы делать какие-то определенные объекты. Там ведь как в анимации это изображение, ты рисуешь его как хочешь, сцену создаешь из этого и вот таким образом все это развиваешь. А что касается вот нашей выставки, вот этого черного костла, то ты начинаешь задумываться о том, что же все-таки было первым, яйцо или курица. Вот эти пончики, они как раз отображают такой космические формы, да, такие круглые. И для меня здесь самое интересное – это само создание предмета. То есть вот «Черный котел» – это, конечно, очень абстрактный, но очень такой требовательный проект. Он ушел на это полгода на постоянные вот зарисовки предметов. А вот пончики я, конечно, сделала очень быстро, думаю, сделаю и покажу, и люди получат от этого удовольствие. И они стали… Оказалось, что это не так просто. Тут нужно было очень сильно подумать. И я чувствовала, что я что-то для себя, чего-то для себя добилась, создав вот эти объекты, создав что-то такое абстрактное. И теперь больше понимаю суть того, что я сделала. Лучше понимаю вот абстрактную музыку. Действительно, Наталья сделала все скульптуры, фильмы. Я здесь не участвую, но я все время обсуждаю с ней ее вот идеи, которые ей приходят. Они сначала очень такие неопределенные, туманные, но по мере того, как мы обсуждаем, они как-то кристаллизуются. Ну, вообще, практически я, конечно, делаю только музыку, пишу только музыку, но музыка очень отвечает тому, что делает Наталья. Нет, конечно, я занимаюсь инсталляцией. Когда мы ее собираем, мы это делаем вместе. И я бы хотела сказать, что идея «Черного котла», она вообще шла от музыки. Спасибо. Ответила я на ваш вопрос. Ответила я на ваш вопрос. Ответила я на ваш вопрос. Спасибо. У меня два вопроса к Яну. Первый. Ваша философская камера – это ведь не просто каталог. У нее есть конечная цель. Если возвращаться к алхимии, в чем состоит ваш философский камер? Я хочу сделать определенную арху. определенный ной в ковчегу, остатков магического мира, который раздавлен современной прагматической цивилизацией. У вас есть какое-то представление о идеальном объекте, который вы хотели найти для своей консткамеры? Я выбираю все, как из африканского искусства, как из африканского искусства, я выбираю старую графику, где есть фантастические првки. Там, где есть элементы фантастики, фантазии. И удивительно то, что в интернете этого все еще можно много найти. Если бы тот магический мир существует, просто он подавлен, его можно найти в современном искусстве. Он просто подавлен. Но не существует какой-то один идеальный предмет. Как бы я глядал, что бы я не искал, какой-то даже идеальный предмет, который бы стал звездовой коллекцией, а потом все остальное, все остальные артефакты, я бы сжег или выбросил, и поставил бы там один холосовский камень. Такого не существует. И еще один вопрос. Вы много говорили об Гольфе II. Император славился тем, что собирал вокруг себя лучших людей Европы того времени. Арчи Больда, Джона Ди, Равелева. И у вас есть такие же протеже, ученики? Те, кому вы покровительствуете? Или вы предпочитаете работать одними? Такое место... У меня есть определенный коллектив, с которым я работаю. Это русский коллектив, который же самостоятельно обчас меняет, он, конечно, время от времени меняется, но, по сути, он постоянно. У меня нет постоянных учеников, я не хочу учить. По той причине, что с моей точки зрения учить, и в то же время творить, это не очень можно делать одновременно. Потому что тут либо ты отбираешь у одного, либо у другого виднейшего. Но когда я снимаю фильм раз в пять лет, потому что пять лет уходит на то, чтобы найти деньги на новый фильм. Приезжают молодые люди со всего мира, которые хотят принимать участие в съемках. Они находят какую-то стипендию в своей стране, и по этой стипендии приезжают в Чехию, потому что мы не можем платить им так, как бы они того заслуживали. Мы можем их накормить, но заплатить не можем. Некоторые остаются у нас месяц-два месяца, некоторые находят все время фильма. Фильмы снимаем год. Так что на том последнем фильме «Пережить свой живот» в последнем фильме «Пережить свой...» Там были молодые люди из Турции, из Новой Зеландии, из Франции, из Израиля, и из Словакии, конечно. Но вам не нужен наследник. В искусстве какие наследники? Друзья, мы можем заканчивать. Последний вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне сначала ваши фильмы затянули своей аттрактивностью, комедийностью. Комедийный жанр же имеет коллизию, потому что они совпадают. И вот я уже ждал, что бред произвели, что стул в полу тонет. И вот вы это специально как бы в фильмах своих несете? Или это просто последствия того, что вы меняете законы, то, что происходит? Мои фильмы, а не одно моё фильмы, и остатки творба, осцилуя на границе гротеска и хоррора. Мои фильмы, да и не только фильмы, всё моё чувство вибрирует на грани гротеска и ужаса. Иногда они падают в сторону гротески, иногда в сторону чёрного юмора. Я думаю, что жанр чёрного гротеска более адекватна для эпохи, когда мы живём, чем какой-то лиризм. Я думаю, что на этой позитивной ноте всё равно закончить. Спасибо большое, что это. И, конечно, спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.